здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я показываю вам шапку из далекого советского союза для молодых те которые постарше сто процентов будут этот способ знать но он очень простой очень действенный никаких мерок замеров ничего не нужно все сразу по голове меряем и и готовая вещь на нужный нам размер вот для нее я взяла нитки толстый 110 метров 100 граммах 70 процентов акрил 30 процентов 6 вот это мне досталось в наследство примерно такой же плотности как какая-то подруга мне отдала мне они периодически отдают остатки вот я решила скомбинировать эту шапку чтобы она была веселенькая из двух цветов вот для начала спицы спицы у меня 4 миллиметра можно взять точно мне почему-то толстую пряжу удобно вязать спицами тоньше я не знаю почему это мой бзик вы же смотрите сами я вам покажу принцип а вы в принципе уже разберетесь я думаю ничего сложного здесь здесь нет просто важен сам принцип смотрите я делаю узелок и набираюсь на петлю вот таким вот способом простым потому что вот нужен здесь как можно такой краешек тоненький как бы чтобы не было лишних уплотнений вот я набираю 40 попозже вам все измерю сантиметрах чтобы вы имели приблизительное представление вязать мы будем лицевыми петлями первую петлю я снимаю далее вяжу ряд током сейчас вижу два ряда лицевыми петлями так вот смотрите я провязала два ряда лицевыми петлями теперь я беру вторую нить я обрезать мы нити не будем я просто привязываю 2 и потом будем перебрасывать вот эти вот перебросы они нам потом понадобятся так вот разделяю чтобы не уплотнять вот и привязывая вторую и теперь девчонки теперь начинаем мы такие вот манипуляции вот вязать мы будем по два ряда два ряда одним цветом два ряда другим цветом это мне принципиально важно в начале ряда первого ряда когда мы сменили нить мы кромочную снимаем из протяжки вот так вот поднимаем нить одеваем на спицу и из нее вывязываем петлю дополнительным вяжем до конца ряда это мы будем делать в каждом лицевом ряду вернее в том ряду где мой путь меняем нить вот сейчас первый ряд в котором мы меняем нить потом будет второй ряд и снова каждые два ряда мы будем менять цвет нити если вы вяжете однотонную шапку понятное дело мы ничего не меняем в конце ряда перед кромочной мы делаем вот такой вот когда у нас на левой спицы осталась одна кромочная предпоследнюю и последнюю так вот одеваем протягиваем вторую петлю через первую то есть сокращаем можем обычным способом провязать 2 вместе то есть начале ряда мы одну петлю добавляем в конце ряда мы одну петлю сокращаем кромочные я вижу лицевыми петлями второй ряд я вижу без никаких изменений то есть добавление и убавление у нас только в первом ряду а во втором ряду как бы в лицевом ряду изнаночном ряду мы просто вяжем ряд лицевыми петлями таким вот образом следующий ряд я снова буду вязать розовой нитью сейчас вам покажу вяжу ряд так теперь вот смотрите я провязала два ряда зеленой нитью теперь я снова меняют цвет я буду вязать следующий ряд я буду вязать розовой нитью первую петлю я снимаю из протяжки снова надеваю на спицу и вывязываю дополнительную петлю и в конце ряда две петли вместе вот таким вот образом я буду меня вот такое красивое полотно у нас получается теперь я вам хочу немного рассказать про мерки чтобы вы могли знали на что ориентироваться данный образец я вижу 29 сантиметров набранный край но это не высота высота вот она и высота у меня получается 19 сантиметров что касается длины полотна вот все очень просто берете даже сантиметры здесь не нужен вы вот этот край боковой меряйте на свою голову как только у вас хватает обхвата на свою голову вы вязание заканчиваете что еще хочу сказать здесь вот край смотрите здесь я кромочную провязывала лицевой петлей а вот здесь вот я в начале вам не сказала это я уже переиграла видите два раза я провязала лицевой а потом перешла на изнаночную здесь тоже очень красивый край можно сделать и такой то есть это я вам показываю два варианта теперь когда у меня уже хватает на обхват головы я теперь буду закрывать петли но розовую нить мне нужно срезать и здесь вот я тоже кстати от отрежу две нитки и закрою одной чтобы убрать уплотненные края вот закрывать я буду вот этой маме тоненькой две трети толщины видите она из трех смотр она как бы моя нитка я надеюсь у вас тоже это получится так еще что хотела сказать почему шапка из ссср потому что расскажу немного пока буду закрывать расскажу немного мою историю начала моего вязания вязать меня учила моя тетя родная сестра моей мамулечки любимой когда мне было 4 годика а тетя была беременная моей сестричкой и вот помню зимой тетя была с пузиком дома и я маленькая тетя сидела на одной кровати вязала а я на 2 и она мне дала такие толстые спицы пластмассовые длинные и вот уже тогда она мне показала там какие-то петли я точно помню я сидела эти на куколок что-то там вязала то есть этим это были мои первые уроки вязания моей дорогой тетушки вот и таким способом точно помню что вот эту шапку она вызвала вот только два вида было таких шапок одна вязалась тоже таким треугольником прямоугольник получат получался по по итогу квадратно вязался он от угла и в итоге получалось шапка с отворотами я двойной ю тубе где-то возможно есть такие шапки но это я просто вспомнила решил показать вот и такая шапка с отворотом если кому интересно могу снять эту вторую эту я просто как вариант без отворота вам снимаю вот и как снудик чтобы было как снуд и как без отворота шапка вот такая вот история этой шапки девчонки и именно в то время тетя сидела и вязала эту из прямоугольника тут второй способ этой шапки так что это было мое первое знакомство с вязанием и так я закрыла теперь здесь я ниточку обрежу потому что видите что у меня творится а из этих которые я отделила еще отделю одну и продену в иглу и ей уже сошью сейчас я вам покажу как она сшивается кто не в курсе но я думаю девчонки напишите правду ведь вы знали эту шапку ведь вы знаете как вязать эту шапку правда же вот те которые моего возраста которые молодые наверное все таки не продеваю иглу спицы убираем они мне не нужны по сути уже вот и сшиваем смотрите вот этот край мы сшиваем с этой шов у нас пойдет вот так вот наискосочек поэтому он нам нужен такой незаметный и терянный чтобы он у нас потерялся вот за этот краешек я и буду сшивать сейчас я все сошью вот этот вот шевчик это я начну отсюда так вот чтобы прихватить вот здесь вот нужно хватит схватиться как бы петли набора а здесь петли которыми мы закрывали таким вот образом аккуратненько сшиваем всю нашу все вязание до конца по вот этому линия набора и линия закрытия петель вот он девчонки мой шов видите вот такой вот он косой сделала я шнурок как и его делала сейчас я вам расскажу значит отрезала от каждого цвета по одному метру связала эти ниточки и привязала если честно дверной ручки и скручивала сама за второй конец я просто вот так вот скручивала если у вас есть кому рука в помощи не ваша 2 партнера либо деток вот встаньте с обеих сторон и крутите в разные стороны в противоположные стороны вот эта ниточка хорошенечко закрутиться вот когда вы чувствуете что уже закрутили прям до упора вот что уже дошли до такого максимального сопротивления берете вот так вот складываете вот эти концы эти отпускаете и выравниваете и вот таким вот образом у нас получается такой симпатичный шнурок вот вот таким вот образом я сделала шнурок теперь я его продену верхнюю часть шапки вот я кстати начала снимать а камера то у меня не снимает поэтому вот видите вот наш стык его нам надо сделать максимально незаметным у меня к сожалению заметен я думаю не так сильно все равно он сзади будет в общем здесь верхней части я продеваю этот шнурок через одну кромочную петлю чтобы не слишком было густо это все вот девчонки смотрите на этом этапе все что касается завязок тут уже на ваше усмотрение как хотите так и сделайте да хотите длиннее хотите короче как как вашей душе угодно я вот допустим сейчас вот так вот отрегулирую на снуд да и обрежу все таки не хочу чтобы длинные висели но это дело вкуса поэтому решать вам вот вот так вот соответственно можно заранее короче обрезать у меня где-то 30 сантиметров ну вот вот вам пожалуйста и снуд да это первый наш вариант вот такой вот снудик у нас фотографирую можно конечно вот видите эта сторона у нас получилась более эластичная нужно одеть наверх я бы сказала что этот вариант лучше снуда даже манишка не снуда манишка вот так вот теперь как шапка мы можем стянуть оставить дырку для волос до завязать это либо стянуть полностью слишком длинные завязки хотя смотрятся они симпатично вот вот такая вот шапка такая у нас сегодня вещь из советского союза с двойным использованием соответственно можно вот она и и и и и и